Добрый день, меня зовут Надежда Миланова. Сегодня буду сеять пеларгонию. Кто-то это растение называет геранью. В принципе, герань и пеларгония из одного семейства гераньевых. Просто герань, растение многолетнее, растет в открытом грунте. А пеларгония это как раз то, что растет у нас на подоконнике и то, что мы сажаем летом в цветнике. Как сегодня буду сеять пеларгонию. Хочу попробовать использовать гидрогель. Очень давно был опыт, не совсем удачный. Возможно, потому, что попался некачественный продукт. Сейчас купила немецкий гидрогель. Что это такое гидрогель? Многие, если и не использовали, то хотя бы слышали. Это мелкие кристаллики. Когда добавляют воду, то они напухают, причем в 100-200 раз больше собственного веса. И потом долго удерживают влагу, постепенно отдавая ее корням. Что это дает? Зачитываю. Снижается частота поливов в 1,5-4 раза. Это препятствует вымыванию полезных веществ из почвы. Ускоряет рост растений. Увеличивает приживаемость рассады и саженцев. И, конечно, не всю пеларгонию сегодня буду сеять с использованием гидрогеля. Только половину. Как буду сеять? Сначала приготовлю основную смесь. Это покупной грунт. Его просеиваю. И смешиваю с вермикулитом. Вермикулит добавляю на глаз, но не больше трети от объема. Для пеларгонии грунт может быть нейтральным или слабо кислым. А в вермикулите уже спело много хороших песен. Есть видео. Ссылку оставлю в описании. Почему для пеларгонии особенно актуален вермикулит? Это растение может заболеть черной ножкой. Основная причина – слишком влажные грунты. Конечно, в таком маленьком контейнере очень трудно поддерживать оптимальную влажность. Не допускать пересыхания почвы или, наоборот, не переувлажнять ее. Вермикулит возьмет на себя лишнюю влагу, впитает ее и дополнительно сделает грунт более рыхлым. Итак, вот контейнер. Заполнила его наполовину основной смесью. Далее добавляю гидрогель всего полграмма. Полграмма – это вот столько в чайной ложке. Даже не половина и не треть. И далее очень тщательно все перемешиваю. Разравниваю. Хорошо разравниваю. И сверху добавляю снова основную смесь. Немного, всего полсантиметра. Слегка уплотняю. Намечаю посадочные места. И все очень сильно опрыскиваю из пульверизатора. Сейчас у меня нет цели смочить как следует гидрогель. Пусть сначала семена взойдут, корни начнут разрастаться. Вот тогда и полью как следует этот гидрогель. По моим расчетам он должен прибавить всего 50, ну или 100 миллилитров. На такой небольшой контейнер это более чем достаточно. В посадочные места раскладываю семена. И сверху присыпаю все вермикулитом. Буквально 2-3 миллиметра. В прошлом году все посеянные семена пеларгонии присыпала вермикулитом. Хороший результат. Пеларгония взошла на третий день. Всходы почти 100%. И в дальнейшем не было ни одного заболевшего растения. О прошлогодних посадках можно посмотреть более подробное видео. Ссылку также оставлю в описании. Получился это кислоеный пирог. В принципе не люблю усложнять. Но это из серии, что лучше вначале как следует сделать, чтобы потом не было проблем. Итак, повторюсь. Первый слой основная смесь. Грунт с вермикулитом. И добавляется гидрогель. Второй слой основная смесь без гидрогеля. Затем семена и сверху вермикулит. Вермикулит снова увлажняю. Контейнер закрываю пленкой. В пленке делаю несколько маленьких отверстий, чтобы сразу было проветривание. И каждый день пленку буду снимать, проветривать как следует. Оптимальная температура для прорастания 22-24 градуса. Остальную пиларгонию посею традиционно. То есть возьму основную смесь. По поверхности разложу семена. Сверху присыплю вермикулитом, увлажню и закрою пленкой. И буду ждать сходов. И это все, о чем я сегодня хотела вам рассказать. Я с вами прощаюсь до следующего раза. Буду держать вас в курсе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...